Всем привет! Вы видите и слышите Алексея Халецкого, дайте, что вы на канале Лёша Играет, не забудьте подписаться и так далее. Я продолжаю знакомиться с релизной версией Old World. Уже фиг знает какая серия, просто очень долго мы тут со всем разбираемся. В любом случае, если вы не видели начало, то лучше перейти к первой серии, ссылка есть в описании к этому видео. Ну а если вы спонсор, то по идее должны все серии найти вкладки сообщества. Спасибо спонсорам за поддержку. Итак, мы захватили еще один город Вавилона. Зря он к нам лез. Давайте я тут уберу свою рожу. Хочу глянуть его силу Вавилона. Все еще написано такая же. Но, в принципе, мы ему не... Ага, так, тут у нас чувак хочет петь, стать артистом. Ну, давайте найдем деньги на это дело. Буквально 200 монет не хватает. Продадим... Продадим... Давайте продадим 100 дерева. И заплатим. Так, и обучение, собственно, этого герцога Неоптолемуса завершено. У нас наследник принц Алкетос, но это не наш сын, на самом деле. Это надо поискать еще. Так. Он закончил риту. Пускай еще харизма будет. Так. Давайте сделаем... Так, вот этот, наконец, мы сделаем сначала. Я хочу посмотреть, как он 450 цивиком нам даст. Давайте попробуем еще поискать в Персии. А, два хода пока нельзя. Видите, пока другая миссия продвигается на цивике. Но следующим ходом просто будет... Нет, не следующим, еще два хода. Ну, короче, скоро можно законы будет принять. Поэтому цивики... По-моему, там даже один еще можно принять. Уже, да, вот эта профессиональная армия или... Волонтеры. Не волонтеры, как-то лучше... Добровольцы. Добровольцы. Так. В Аргосе. Я хочу тут везде пока... Нет, давайте тут архив, раз у нас есть камень. В Фессалониках нам нужна культура. Короче. Поэтому давайте вот на этих... Пока упор делали. Нам нужен амфитеатр тут, несомненно. В Кротоне. Ну, еще один совет. Так. В Фессалониках у нас есть свободный рабочий? Есть. Он строит амфитеатр. Причем, видимо, вот тут. Подожди, я тут не смогу. Вот тут я смогу только... Театр, в смысле. Сначала театр он строит. Это все для культуры. Нам нужна... Нам нужны легендарные города. Храм Артемиды. Так. Вот здесь давайте будем строить... Еще так в Пелле. А, давайте еще совет проведем пока. Блин, 9. Ну, кстати, каждый принимающий закон я еще получаю с них в Цивике. Потому что у меня есть один закон, который дает, по-моему, 20 цивиков за каждый принятый закон. Другое дело, что там эти законы требуют содержания. Причем разные ресурсы. Разные законы требуют разные ресурсы. И на это тоже надо обращать внимание. Так. Вопрос, что тут сейчас сделает... Ну, я не вижу, как он может мне... Хотя, если вот на этом сосредоточиться... Странное продвижение сейчас произошло. Странное сейчас движение сделал Вавилон, честно говоря. Если он хотел спасти свои юниты, то их не надо было, наверное... Так. Я могу выбрать иконографию или каллиграфию, и профессиональная армия, либо добровольцы. Тут содержание... Ну, мне на самом деле больше профессиональная армия нравится. Просто потому что, ну, 20 очков за войну маловато. Мне нравится, что тут быстрее строятся юниты, и каждая сокровищница еще дает 2 очка. И содержание за деньги, которых у меня дофига. Здесь, видимо, каллиграфию надо принимать, потому что у меня есть старшие специалисты. Давайте, наверное, сначала профессиональную армию, потому что тут будет содержание за цивики, а тут содержание за деньги. На каллиграфию я еще напринимаю. Так, еще 5 законов осталось, видите? Так. Диатима становится подозрительной по поводу Камилла, лидера Рима. Подожди, Диатима, сука... Ничего, что Диатиме один год? Диатима предлагает, чтобы мы послали главу шпионов... Слушайте, я это принтскрин сделаю и пошлю разработчикам, потому что это, ну... Очевидно, бред. Просто бред. Ой. Ой, я случайно автозагрузку нажал. Оказывается, F12 загрузка сейва, а у меня F12 рядом с принтскрином. Я случайно F12 нажал и... В общем, загрузился последний автосейв. И, кстати, это значит, что сейчас может не произойти то событие. Сейчас, конечно, ход будет о Сирии, но... Как я понял, тут после сейвов вообще все по-другому происходит. Даже сейчас, возможно, Вавилон по-другому походит. Ну, нет. Так же дебильно. Ну, вот хорошо, он хотел отступить, то почему он вот так отступает? Как-то в сторону моих юнитов. Давайте, кстати, глянем... Так, ну вот опять же они предлагают тот самый закон. Давайте мы тут профессиональную армию пока примем. Каллиграфию попозже и... Не, срабатывает. Так, надо принтскрин делать и посылать разработчикам. Все, послал скриншот, посмотрим, что они там ответят. В общем, мы можем, в принципе, отправить шпиону внедряться в Рим. Я, правда, хотел в Персию, но... Рим тоже неплохо. Я это уже делал, но лучше территорию откроем заново. Так, давайте разберемся с остатками армии. В общем, я уже оттуда могу стрелять. Ух ты, крит прошел, отлично. Мало наносим урона, потому что он в лесу. Возможно, стоит другим юнитам лучше вот так сделать. Добить. Так, а здесь... Что, достреливает оттуда прямо? Вау! Кайф. Так, и вот этот у нас еще. Давайте отсюда постреляем. У этого нету прокачки, чтобы не было... Убивать не будем, я хочу в городе. Раньше было, что если ты выходишь из города, то он перестает захватываться, как бы, понимаете? Поэтому я лучше тут постою. Так, тут я хотел каменоломню. Так, еще совет. Потому что следующим ходом на 5 надо будет закон принимать. Советы чисто, чтобы законы принять. Для амбиции провожу. Так, мастер-песец. И оно тут надо доделать, тем более до старшинства, потому что это у нас будет... Я приму закон, который снижает несчастье за старших. Так, тут совет. Первый универ готов. Вот тут я хочу, кстати... Да, вот это... Гроуша. Это у нас денег и так дофига. Но соседство все-таки с... С этими спортами. Еще более... Множитель большой. Так. Что у нас в Каркире? Там у нас Каркира тоже недалеко. Девять ходов. Она тут у нас ближайшая стать легендарной, да? Да. Она через девять ходов будет. Так. Собственно, давайте тогда... Библиотеку там или... Что там следующее? Библиотека есть. А, вот тут он, по-моему, и строит. Да, он строит библиотеку. Так что я не могу следующую пока сделать. Хорошо. А... Бани тоже тут стоят уже, да? Амфитеатр тоже есть. Министерство тоже есть. Ну, прям. Аида вот можно, кстати. А могу я, кстати, вот здесь его построить? Ну-ка. Могу. Во, вот здесь надо строить. Светилища Аида. Отлично. И здесь можно, кстати, светилища Аида построить. Кайф. Сюда ставим. Так, а здесь следующее суд. Не, суд уже есть. А где? Вот это суд? Да. А что следующее после суда? Министерство. Наверное, вот сюда поставлю. А, сильная культура нужна. Фак. Тогда... Что у нас тут еще может походить? Этот стоит. Этот стоит. Они, кстати, возбудились, потому что там коняга вавилонская прибежала. Хвостом виляя. Давайте вот эту лошадь полечим. Что тут еще? Не знаете, пускай стоят, наверное. О, ну и уровень дадим. 25 в городских умеях для защиты от коней. Все, зашибись. А тут тоже уровень есть. Все. Перикол, кстати, неплохо выглядит. Ему б легитимности добавить. Какой у нас уже? Раз, два, три, четыре, пять, шестой. Больше всего к этой легитимности королева Фила. Великолепная. Помните ее? Фила. Так. Что у нас, кстати, по силе? Все еще написано. О, кстати, вавилон уже опять написали, что он лучше развит. Перикол известен как каменщик. Я получил 450 от способности Перикла. Управление. Как это мне лучше по-русски говорить? Я не понимаю. Не знаю. Так. Герцог Неоптолимус теперь трусливый. Рим объявил войну вандалам. Ну, тут Катя не удивлен. Вообще не удивлен. Так. Снижение. Во всех городах минус один уровень. Хм. Слушайте, а это прикольно. Я бы вот это взял. Во всех городах абсолютно минус... Через два хода минус уровень несчастья. Это очень круто, по-моему. Берем. Знаете, мне кажется, вот это надо отойти. Иначе... Убьет катапульту. Поставлю сюда вот так. И этим подойду... Стукну по макушке. Так. О! Да, кстати, что мы там открыли? Там, кроме законов, что мы еще можем принять? Нет, только законы. Давайте смотреть, что за законы. Мы можем покупать и продавать приказы. Ну, то бишь, за деньги. Либо во всех городах минус два несчастья вход. И нет несчастья от ускорения. Нос — это содержание законами. Ну, тогда все-таки покупать и продавать законы. Следующим ходом каллиграфию. Нам останется раз, два и три закона принять, между прочим. Так, губернатор Кротона. Быстрее осадные юниты и корабли не надо. Да, мудрость, интересно. Плюс... А он вообще как у нас? Мудрый, харизматичный и дисциплинированный. А, самое интересное, что... Ну, вообще, вот это круче, я так понимаю. Потому что плюс одна мудрость — это плюс 8% и 2,8%. А тут плюс 8 науки. Так что лучше интеллигента из него сделаем. Так, теперь королю нашему отправляем в Персию в поисках невесты делегацию. Что в городах? Я думаю... Давайте делать старших. Мне надо... Вообще, мне не хватает. Ладно, в Аргусе давайте консульство. Так, 132 — это 380. Прям, мне еще 20 очков буквально не хватает. В Каркире нужно... Культура нужна. Ну, эти меньше, потому что я сейчас в Каркире использую цивики для строительства. Давайте здесь тоже совет. Что-то больше Вавилон не предлагает перемирия. Так, что я построил библиотеку. Теперь Академия. 2,7, 2,7. Давайте все рядом сделаем. Там бонус только если рядом с ресурсом каким-то. Видите? Одна наука вход, если рядом ресурс находится. Так. Здесь на крабов. И... Сети. Ну, наверное, закончу ход. Не буду сейчас покупать. Вавилон даже не ремонтирует свои. Катя, я вам не показал. Можно агентурную сеть делать в городах с помощью шпионов. Наверное... Оуу! Перцы захватили Рагес. Видите? Захвачен написано. Я бы... Вавилон лучше не со мной бы воевал. Наверное, надо... Ваккад. Или... Ну, до Вавилона мне просто не дойдет. Скаут. Я бы сейчас купил... Раз. Два. Три. Приказа. Так. Блин, тут спрятаться. Ладно, давайте пока так. Главное на территории быть. Следующим ходом я пытаюсь его... Пытаюсь его... В... Акад посадить. Чтобы показать вам эту механику. То есть он создает агентурную сеть. И вы сможете туда еще определять... Ваших вот этих вот... Вправлений людей. У меня почему-то в правлении одни селевкиды. И они тут меньше всех довольны. Ну, аргиды на самом деле меньше всех довольны. Блин, а как бы мне вот этих ресурсов как-то вот торговать? Благовония, лаванда и красители. Явно ж у других стран они есть. О, что это за требования войны? Ассирия требует, чтобы мы объявили войну Ассирии? Нет, конечно. Иди ты в жопу, блин, Ассирия. Ты вообще хрен знает где. Вот. А то из Сирии... Ой, из Персии предложение женить бы. 28, 27. Ну-то я понимаю, блин. 52, 64. Хотя все равно они постарше моего. Давайте смотреть. Красивая, храбрая, недисциплинированная. Ай-яй-яй. А тут хотя бы... Вот это мне больше нравится, да? Дипломат тем более. Поможет в семье. Ну, это оратор, кстати. Ну, мне вот это больше нравится. Артистон из Рагиса. Странно, они столько сейчас захватывают его у Вавилона. Ну, и дополнительно, кстати, приказ даст. Отлично. Берем ее в жены. Приятные генералы. Посетившие вас генералы-римляне называют вашу нацию женоподобными. И насмехаются над вашей культурой и вашими традициями. Такое поведение деморализует членов правления. И наши люди начинают сплетничать. Что нам следует сделать? Значит, это нашим людям требуется более толстая кожа. Дает нам минус 4 легитимности. Блин, и война. Ну, мы не можем Войну Риму, к сожалению, объявлять. Так, чей город Опис будет? У всех по 3 города. Но, по-моему, тут... Алкоминидом, похоже. Потому что он ближе просто к их городам. У аргидов опять минус 3. Так, а что у них там? Плюс одна наука за специалиста. Да, наверное, алкоминидом выдадим. Так, давайте у аргидам подарок. Ой, не то. Вот так, канцлером. 400 денег, 2 приказа, да. У аргидов минус 23. Постоянно мои войска, аргиды, и, собственно, меньше всего и довольны. Давайте против городских районов. Так, в Описе пока отремонтируем. Нам, кстати, нужны дороги. Что в Опис, что в Дуркури-Галзу. Между прочим. Так, а что это тут рабочий Египта делает? Ну, нам надо до 400 довести. Поэтому выбираю совет пока. Так, а здесь офицеров старших хочу сделать. Библиотека. Игра предлагает мне здесь ставить Академию. Ну, давайте просто посмотрим, где она выгоднее. Блин, жалко. А можно на что-то нажать, чтобы показывало на всех клетках? Видите, она показывает только... Только там, где можно... Ну, в смысле, где что-то не построено. 6,3. Но тут, кстати, будет 7,3. Потому что... Ну да, наверное, надо все-таки сюда ставить. Потому что рядом с ресурсом. Ну, берем ферму. Опять же, еды у меня дофига. Так, сейчас мы тут еще подумаем, что делать. Здесь я хотел строить министерство. А, блин, не хватает культуры. Все время забывать. Так что просто уберем кустарники на будущее. О, а вот этот, кстати, может просто дорогу провести. Между прочим. Так, еще три. Давайте мы этого сюда перекинем, чтобы он дорогу вел. Так, эти, кстати, лечиться могут теперь. И два приказа. Давайте, наверное, здесь лесопилку. Фуф. Так, шесть ходов до чуда. Так и есть. Двенадцать ходов до университетов. Вот это я, блин, сомневаюсь. Сомневаюсь. Ну и принять все законы тоже вполне могу. Выполнить, по-моему. По очкам, может быть, на третьем месте. Отстаем на восемь от Рима. И на четырнадцать от Карфагена. А за счет чего? Там у Карфагена реально очень много городов. Ну, два легендарных, так же, как и у нас. И всего два чуда. О, кстати, я забыл про шпиона. Так. Вот сейчас надо его разместить. Так. Король Селевк Новый. Ваш дядя умер. Это тот, который был регентом. Ну, хороший мужик. Спокойно отдал власть свою, мне кажется. Так, открыли территорию Рима. И на один уровень снизили во всех городах. Несчастье. Так, что я теперь хочу открыть? Водные мельницы дают плюс две науки и плюс 60%. Ух ты! Это интересно. Давайте мельницы откроем. Так. Значит, как это происходит? Заходим на территорию. И создать агендурную сеть в Аккаде. Вот он тут размещен. Теперь мы можем сюда реально размещать наших людей, которые будут нам давать бонусы. Так как как губернаторов вы размещаете в городах, так вы в чужих городах тоже можете что-то размещать. Ну, я бы вот эту разместил, но она 69 лет, к сожалению. Я думаю, что она очень скоро умрет просто. Так что я вот этого лучше парня. Так, у нас 415 очков. Принимаем каллиграфию. Да, конец эры. Бывший король Селевкид Новый умер. Ну, ничего, у нас Перикол. Так, и он был еще и губернатором, да? А, у нас не будет... У нас нету цивиков достаточно. Ладно, пока без губернатора. Что я еще хотел сейчас сделать? Так, может... Вот это, да, чтобы 500 цивиков получить. Это хорошая идея. Так, эти хорошие способности у нашего короля мне нравятся. Дальше лечим юниты. Так... Ведем дорогу. Ну, тут, кстати, нам буквально вот досюда надо дорогу довести. Тут недалеко. Вот сюда. Видите, тут желтеньким помечен. Вот сюда ведем дорогу, и оно будет соединено. И здесь дорогу. Так, этого лечим. Шесть приказов. Уровень. Уровень. Мало ли, там что-то Рим как-то... Ну... Вообще, минус 30 королева Камила. Намного сильнее. Блин. Что-то мне это не нравится. Может, в Пелле получше укрепление пока построить? Вообще, хотя бы стены построить, кстати. В Пелле минус 1, и уровень второй всего лишь. Кайф. Сейчас я проверю по городам, как... Тут шестой уровень. Ну, наверное, надо больше юнитов строить. Раз такое дело, давайте лучников. Ну, это как бы мои военные города. Так, в описи. Мы не можем губернатора. Давайте отремонтируем его полностью. В Кротоне. Минус 0,3. Высокий уровень, но будет снежа... Ну, короче, тут я бы хотел старших. Вот этого надо. Добить до старшего. Чтобы счастье появлялось. Ну, видимо, сюда. Это минус 1 цивик. Ну, это просто, опять же, повторю. Очень во многих городах сейчас я за цивики всякое строю. Вот так. Горячие ванны. Понял, где. Вот. Так, слушайте, у меня уже камня дофига. Можно подумать еще по поводу какого-нибудь чуда. Я вот сейчас думаю, что 7 чудес может быть и не такая плохая идея была взять. Амбицию. Вполне возможно, что я мог ее выполнить. А так пока только 2 универа. Причем универы я могу только в легендарных городах строить. А следующий легендарный через 5 ходов каркира. Вот фессалоники. Все салоники у меня подводят. Я не успею сделать легендарные фессалоники, чтобы за 11 ходов... За 11 ходов надо мало того, что легендарную сделать. Так еще и ускорить... Еще и университет построить. Не, ну бывает там губернаторы, которые ускоряют это дело. Теперь мы, благодаря тому, что у нас сидит шпион в Акаде, мы можем наблюдать перемещение. Ой, я просто свою лодочку забыл. Еще не забыл, у меня просто нету... Король Асирии умер. Теперь новая королева. Так, принц Алкетос растет быстро. Но он не наш сын, кстати. То есть он, возможно... Но, тем не менее, его все равно надо воспитывать. То есть он наследник, но не сын. Ну давайте... Давайте... Блин, может в риторику и в... Не, давайте в философию. Так, и король у нас... Становится праведным. Да, минус одно несчастье во всех городах. Я думаю, что так и надо делать. Потому что... Повторю, что... Вот, ну, смотрите, например, только второй уровень несчастья в Пеле. И... Третий уровень несчастья. И дает 15% минус ко всем. Да. Да. А... Сейчас, не в Каристосе, где тут... Да, блин, почему... Почему не на второй основанный город переключает? А в Кротоне... Шестой уровень несчастья. И тут 30%... Все пропадает. Понимаете? Так что надо снижать, надо снижать. Так, в Тессалониках... На культуру. Построил театр. Да, могу, кстати... Коттедж. Но давайте сначала вот здесь... Амфитеатр строим. Чтоб культуры больше, быстрее шло. Как я могу тут еще культуру поднять? Поставить... Светилище. Давайте я вот здесь как раз поставлю святилище Аида. Следующим ходом гидравлическая мельница. Вот здесь я ее буду строить. Просто сюда перейду. Я думаю, что она на реке должна строиться только. Так, здесь дорогу. Дорогу. Здесь... Порт. Здесь, по-моему, не надо дорогу. Вот здесь надо. Он, конечно, все равно считается связанным уже. В отличие от того города. Кстати, тот город уже сейчас должен считаться связанным. Да. Меньше... Коррупции. Но дорогами все равно нужно, чтобы быстрее перемещались. Давайте я, наверное, вот тут святилище Зевса сделаю, чтобы было соседство с чудом. И благодаря этому... Плюс... Нет, начни с Зевса. Подождите, а кого? О, а не, Зевса, да. Плюс один приказ за каждое соседнее чудо. Я хотел, Катя, глянуть, сколько еще непостроенные чудеса требуют. Вот, например, 150 цивиков, 675 камня. Мне кажется, выполнимо. Плюс 20 цивиков в ход. И во всех городах на 50% меньше содержания. М-м-м, круто. Так, что мы тут будем делать? Я здесь ученого сделал, да? А здесь универ. Ну, давайте... А, не-не-не, я стены... Давайте вот эту еще построим, защиту. Следующий уровень защиты. В описи... Я все отремонтирую. Вот, давайте... Религию распространять. Наконец-то наши города. Иудаизм. Наконец-то остались приказы для моих скаутов. Слушайте, а может мне опять шпиона в Персию в этот раз отправить? Внедряться. А еще могу теху украсть, вообще-то. Тоже круто. 430 Рим. 450 Карфаген. 77% шансов. Давайте-ка мы лучше украдем... А, не хватает цириков. Разве внедриться... А, внедриться деньги. Так, давайте тогда в Персию. Внедримся. И я сейчас этого скаута, наверное, отведу в Рим. И там его тоже агентом. Да вот, Катя... Чем еще Old World? Крут. Вот как в Циве. Вам скауты в начале игры нужны, чтобы там открыть. А когда вы открыли, то есть после середины игры, вообще непонятно. Ну, нафиг. А не как, знаете, бельмо на глазу. А тут есть механика. Пожалуйста, вы создаете агентурную сеть в городах. И, возможно, даже... Ну, возможно, будет какая-то страта игры через большую агентурную сеть. Вы много размещаете в городах и там держите своих вот этих... Чувачков. То есть у вас же довольно много... У меня, например, довольно много лишних ребят. Я не могу их в губернаторы, потому что они не из тех семей. Определить. У Вилона куча ходов. Видите, он не стесняется атаковать мои. Так, Перикл известен как архитектор. Королева Карфагена. Но умерла новый король. А Вавилон стал иудейским. По идее, должно немножко улучшиться отношение со мной, потому что... Мы тоже, типа, у нас государственная религия и иудаизм пока стоит. О, губернатор Каринфа умер. Улучшились отношения с аргидами. И 500 цивиков по завершению моего... Так. Получить торговца не хочу. Я хочу следующий закон принимать. Я сейчас могу, кстати, принять... А, нет, не могу. Ну, ладно, все равно нам цивики нужны, в любом случае. Вы знаете, я бы постоянно отправлял Перикла. Я так понимаю, холд корт, наверное, держать суд. Проводить суд. За 100 военных очков и 2 приказа получать 500 цивиков. В моем случае, по-моему, это очень круто. Я бы это делал. Требование войны. Египет. Блин, Египет что-то от меня требует. Иди ты... Блин, чувак. Че, чуиха. Ты неизвестно где, во-первых. Хотя, не, вот тут... Слушай, так Египет недалеко. Но самое главное, что он слабый. Как ты можешь что-то тревать, когда ты слабый и примитивный написано. Так, обучение наследника. Опять же, давайте познать себя. На мудрость будем напирать. Уровень. Ну, давайте... Чем отличается инфантри от мили? Мили это рукопашные. Понимаете? Именно рукопашные. А инфантри это все, кто по земле ходит. Так что, понятно, что, грубо говоря, инфантри на более общее. Ну, наверное, 10% тем, кто ранен уже. Там уровень. И дорога проведена. О, я здесь еще и сделал рабочего. Давайте сети делать. Так, я думаю, в этом городе сразу надо решить, что строить. Я тут, наверное, стены построил сначала. Блин, что-то долго. 7 ходов. Ну, тут мало цивиков, да? А спец сколько будет? Тоже 7 ходов. М-м-м. Ну, игра предлагает юнитов. В принципе, почему нет? У меня тут рабочих дофига. Мы сейчас что-нибудь тут на цивике придумаем сделать. Знаете, только слингера, потому что он быстрее строится, чем стреляющий юнит. Я его апну спокойно. Он требует камня, который у меня дофига уже. Так, рынок готов. Давайте, может, уже в столице подумывать над следующим чудом. Над Ападаной. Я бы вот тут Ападану построил. А, кстати, мне вон рекомендует в этом месте, видите, мельницу. Мельница, как правило, только рядом с рекой. Сейчас я проверю. Где она тут вообще может быть? Тут, конечно, вот проблема с... Вот, мельница. Ну да, только на реке. Ну, тут, мне кажется, не стоит ее строить. А то, что мне предлагают горячие ванны. Ну, в принципе, в пелле уже неплохо снижено несчастье. Потому что я просто вот сюда перейду для чуда будущего. Ападана требует камня 675. Ну, кстати, вполне можно будет купить следующим ходом. Какие-то денежки уже деваются. Так, а здесь я хотел как раз мельницу построить. Странно, мне рекомендуют тут. Тут типа бани. Ну, слушайте, тоже неплохая идея. Да, наверное, давайте тут бани, потом тут бани, а тут мельницу. Сразу сюда пойду. Ну, конечно, надо было, наоборот, этим туда идти и строить мельницу. Так, а что мы в этом городе? Давайте с мрамора начнем. От мрамора 2 цивика дают и 12 камня. Да, это, кстати, хороший город. Вот жалко, я тут мрамора столько. Это у меня бы уже дофига было камня к этому моменту, блин. Видите, архив, форум. Здесь. Еще у меня два приказа еще есть. Я смогу, наверное, каких-то губеров посадить, что у меня с семьями тоже нормально все в плюс. Где нету губернаторов? Да, здесь гарнизоны требуются для губернаторов. А вот в Каринфе... Умер. Так, кого мы можем в Каринфе? Коррупционер, коррупционер. Королева ничего так. Вот это несчастье добавляет. И вот диадал, кстати. Вот эту. Минус 1 к счастью дает. И к несчастью. Отлично. Так, осталось... Ну, собственно, 0 приказов осталось. Закончим ход. Что у нас может канцлер сделать? Какой-нибудь город усмирить? Потому что в Каринфе 6 уровень и в Кротоне многовато. Ну, вообще-то цивики требуются. Ладно, закончим ход. Пока терпим. У меня сейчас много всего, что снимает несчастье. Поэтому можно... Слегка отложить. Я вот жду, когда Вавилон решит... Со мной мир заключить. Не знаю, но не хочется мне эти города захватывать. Вот это крутой город. И внизу вот этот крутой город. Кстати, обратите внимание, что остались постройки, как будто это вавилонские города. Не переделались на греческий манер. Что прикольно, потому что это на самом деле логично. Не как, блин, в циве. Ты захватил город, и он хопа... Там внезапно тебя в постройке в твоем стиле стали. А тут видно, что вот это город, который раньше был... Ой, блин. А, суши там перс, кати, приехал разбираться. Так, канцлера. Ну, блин, канцлер скоро умрет, конечно. Храбрость. Что у него вообще? Харизма 5 и дисциплина 2. Может, мудрость дать. Как раз все города будут плюс культуру получать. Да, давайте. Знаете, тут персы приехали и разобрались с этим. Кораблем. Академия построена. Можно амфитеатр построить. Так, тут дорога. Давайте, наверное, я гарнизон построю. Чтобы губернатора тут... Так, а тут я хочу чудо. Ападану начать строить уже. Ого, сколько! 263 камни 9 тысяч стоит. Пожалуй, тогда пока подождем. У нас там столько камня надо. Продолжаем строить... Камень. Каменоломни. Каринф. Еще один житель. Можно в библиотеку, да, посадить. Да, давайте сюда. До старшего Ну не успею я Четыре университета Все-таки сделать К сожалению Вот через два хода Каркира станет легендарной Но Фессалоники и соответственно Четыре университета и как Просто никак Так, где там Собственно Рим Ага, вон Я хочу в него именно Скаута Определить Так, пять приказов Что может Канцлер? Ну давайте все-таки Усмирим Каринф или Фессалоники Давайте Фессалоники Так А послом Торговую миссию Отправим Давайте может это Мы можем кстати Потребовать От Вавилона Требовать Дань Давайте Следующим ходом По-моему следующим Нет, два хода Все еще один приказ Есть Ладно Закончим ход Тем не менее Губернаторов Я тоже Все уже Назначил Сейчас будем Потихоньку Распространять Иудаизм Я думаю, что Я от него Профитов Не успею Получить До конца Игры Осталось 54 хода Ну Сами видите Что пять ходов Как минимум Создавать Миссионера Сейчас Ход начнется Кстати Глянем Силу По сравнению С другими Цивилизациями Нашу Там что-то Христианский Миссионер Около Аккада Бегает Так Вы сейчас Известны Как Рим Перемирие С Египтом Так Уже Опасненько Маяк Завершен Грецией То есть Нами Открыли Территорию Персии И 510 Цивиков Получили Так Доктрина Открытая Это Возможность Новых Законов Принять Я открывал Специально Давайте Смотреть Куда нам Ну вот Автаркию Я вижу Еще одну Теху Для законов Собственно Вот она И где У нас Еще Вот здесь Еще Будет Закон Сначала Сюда Пойдем Диметрию Сапгрейдим Нашего Что-то У него Храбр С дисциплиной Давайте Давайте Мы Храбрость Уберем Чтобы Несчастье Ушло Хотя Слушайте У него Мудрость На На То Чтобы Украсть Нет Давайте Все-таки Я не хочу Сейчас Скорость Я хочу Еще Египет Открыть Ну вот Смотрите У нас Еще Агенты Сидят Да И вот Мы Там Можем Что-то Делать Снизить Силу В городе Либо Поднять Есть шанс Поднять Восстание Ухудшить Отношения Внутри 500 монет Два Приказа По-моему Круто Это В Акаде Да Вот Будет Время Я тогда Время Наверное Начну Такой Фигней Заниматься Так Здесь Я продолжаю Мне Вот Это Нравится Очень Много Цивиков Дает На Ровном Месте Так Построили Чудо Маяк Прикольно Давайте Глянем Как он Выглядит Красиво Выглядит Блин Реально Железо Не нужно Никому Камень И Дерево Только Камень И Дерево Так Ярварку Еще Можно Построить В столице Давайте Построим Почему Нет Молодая Любовь Алкетос Сошелся Сошелся Со Шпионом Деметриус А Нет С одним Из Студентов И Шпион Деметриус Предлагает Чтобы мы Последили Послали Одного Из агентов Чтобы Последить За ним Нет Они Молодые Пускай Как Хотят Развлекаются Так Приказы Но Мне Больше Толерантность Честно Говоря Нравится Поэтому Возьму Ее Ну Вот Два Закона Осталось Всего В чем Скоро Я Вот Эти Открою Через Три Хода Ну Кстати Давайте Построим Мельницу Просто Глянем Как Это Работает Почему Нет Тут Я Построил Академию Каркира По-моему Не стала Еще Легендарной Да Следующим Ходом Я Наверное Университет Вот тут Буду Строить Можно Сразу Убрать Это Так Что еще Могу Тут На Культуру Построить Все Светилища Могу Построить Да Светилища Дает Культуру Ну Одион И театр Я уже Построил То есть Я вот сейчас Достраиваю Амфитеатр Да Больше Ничего Хорошо Светилище Аида Я построил Уже Посейдона Ну как бы Странно Только Сизевса Получается Тут Водяную Мельницу Предлагают А что Я уже Могу Академию Строить Нет Академия Тут Строится Подождите А вот Как у меня Там Какая-то Способность Что я Могу Или я Не взял Наоборот Эту Способность Что я Как-то Могу До Следующего Уровня Сразу Академия Здесь Строю Эти Я Наверное Здесь Коттедж Поставлю Так Ну все Приказы Закончились 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 У меня вот эти четыре жителя не при делах. Ну, давайте философа. Ну, сейчас, по идее, должно это засчитаться. Мы уже смотрели один раз, что если вход в вход строится, то засчитывается амбиция. Итак, да, выполнен. Ну что, у нас две амбиции осталось. Королева Египта умерла. Чудо закончено в Греции. Канцлер, хороший канцлер, кстати, был 70 лет. Ну, молодец, молодец. Этого мы канцлера запомним. Королева-консорт делает все, что она хочет. Минус дисциплина. Ваш брат минус одну дисциплину получил. О! Принимают. Короче, они заплатят мне 137. Будут платить 137 золота в ход в течение 40 лет. Отлично. Так, слушайте, тут восстание, походу, произошло в Риме. Не время, а сумелоцене. Какие-то вон бегают варварские лучники. Так, это мы, кстати, можем апнуть в конскрипта. Давайте подойдем ближе и апнем. Так. Шесть ходов. Ну, я сейчас могу... Где тут? В Каркире, в общем-то, начать строить... Универ, да? Вот он уже шесть ходов. То есть, я не успею никак в Фессалониках. То есть, если только я за пять ходов стану легендарным... Он самим легендарным гор... Не. К сожалению, это амбиция мимо. К большому сожалению, надо как-то новую амбицию получить. А могу я, кстати? Есть ли тут какие-то... Нет. Так, давайте канцлера нового поищем. Четыре культуры. Но это у нас губернатор. В пелле. Ну, кстати, я бы ее, наверное, назначил. Все остальные... То есть, она как... Именно канцлер очень неплох. Давайте. Значит, в пелле нам надо нового... Губера. Все такие коррупционеры какие-то у меня... О, два приказа. И плюс один к несчастью. У меня минус шесть здесь. В принципе, вот это интересно. Королева еще неплохо. А вот эта, смотрите... Она еще... Так как ученые, будет минус одно несчастье от архивов. Давайте лучше вот эту назначу. Прикольная чувиха. Так, в Аргасе. Королеву. Хотя вот эта мне больше нравится. Минус восемь по цивикам. Опять же, повторяю, что это... Благодаря строительству за цивики. Всякого. А здесь сейчас выберу. Еще больший минус будет по строительству. Мне кажется, тут нету... Хотя вот этих можно форумы построить. Давайте архив построю пока. Видите, минус двадцать девять. Эмиссары из Осирии просят, чтобы им шестьсот... Железо дали. Я думаю, что да. Почему нет? Почему не поддержать? Тем более, они в войне с Карфагеном. С лидером этой игры. Одион в Дионисе, в Кротоне, показывает поэтические... Короче, сыграли пьесу Эдипа. Должны ли мы поставить такую же адаптацию в Каркире? Потому что культурное событие в Каркире легендарное. Снизить в Каркире пятый уровень. То есть, либо король получит мудрость. Все-таки это общее, глобально. Не, мне кажется, надо снизить недовольство. В Каркире это на все действует. Так, новое чудо построено. Что оно хоть делает? Два прирост населения, 10 культуры вход. Ну, знаете, в столице она уже не на... А вот минус одно недовольство за ресурс, это прикольно. Как оно, кстати, выглядит? Вот это, что ли? Нет, подождите. Это вот, вот оно. Да, вот, вот это чудо. А это... Зевса. Светилище, чтобы больше... Что-то за принц какой-то вернулся. Возвращение принца Алькетоса. Чудесное возвращение принца Алькета. Когда приходит принц Алькет, во дворе наступает тишина. Соль украшает его изорванную одежду, а его руки и лицо покрывают синяки и царапины. Его раненый, изорванный товарищ нервно сводит до стражников. Мой господин, это счастье снова увидите. А, это мы его... Помните, мы его отправили с любовью, с каким-то или он сдружился с кем-то во время обучения. Видите, я иногда сказал, что я умру, прежде чем смогу вернуться к тебе. Алькетас вздыхает, пытаясь вернуть голос. Вы не поверите сказкам, которые я рассказываю. Я... Это требует для того, чтобы принц Алькетас был... Отсутствовал, и он больше не отсутствует. Итак, я встретил маленького нарушителя спокойствия, после того, как он кое-что украл у меня. Или я изучил фармакопею известного мудреца. Или я встретил блестящую женщину, которая убедила присоединиться к нашему двору. Это вот эти вот три варианта. Принц Алькета становится травником. Не, давайте лучше министра получим. Олимпия становится министром. Строитель. Кстати. Раз она строитель, то я могу ее назначить губернатором, который будет заканчивать... Быстрее заканчивать все постройки. Другое дело, надо ли мне это хоть где-нибудь? Так, смерть канцлера мы уже выбрали, нового канцлера. Не, я бы тут бани построил. Тем более, рядом со снегами хоть как-то... Давайте гарнизон. Чтобы губернатора использовать. Могу я еще одного? Еще один? Нет, пока не могу. Гарнизон тут строится. Ну да, кстати, можно... На то, чтобы юниты прокачивать. Давайте-ка я скаутом лучше похожу. Хочу даримо добраться таки. Видите, как тормозит, да? Когда... В конце игры, когда перемещаешь карту. Кстати, а это я уже... Нет, еще не буду в Риме. Чуть-чуть тут даримо остается. Фига тут армии. Ну, она какая-то немножко устаревшая уже, да? Ну, все равно не хотелось бы с Римом воевать, честно говоря. Хотя у нас с ним, типа, мир. Я так понимаю, что он не может мне объявить войну, пока у нас мир. Сначала сделает так, чтобы будет перемирие. Самое интересное, что Египет, даже не смотря на дикую ко мне неприязнь, он все равно мир этот не убирает. Просто убирание мира, я так понимаю, еще снижает отношение всех остальных государств тогда. Так, что там варвары делают? Карфаген перемирия с вандалами. Ваш брат стал главой аргидов. Ну, вроде у нас теперь хорошее должно быть. Это я отправлял канцлера снизить недовольство в Кротоне. Он, типа, выслушал, снизил недовольство, но это снизило и нашу репутацию. Это же мы опасаем. Ну, зато в Тесалонников минус один, минус одно недовольство. И вот эти вещи, которые я делал... Как вот этот холдкорд? Ну, то есть, держать совет, скорее, это можно перевести. То есть, вот то, что я делал в Цивике, да, получал постоянно. И там 20-ти какая-то процентный шанс, что привезли к какому-то событию. Вот оно и привело. Семейная драма, семейная склока. На заседание совета пришли ведущие семьи Греции. Однако разбирательства пошли не так, как планировалось. Веселье улетучилось, так как герцогиня Хидна из семьи Селевкидов и герцогиня-консорт Беренис из семьи Алкеменидов начали ссориться. Одно оскорбление пошло за другим. Эти двое все обостряли и обостряли. Остальные гости опасаются, что это может привести к драке. Соответствующий глава этих семей, герцог Неоптлемус и олигарх Аримбас Романтик, твердо намерены встать на сторону своих родственников. Каждая глава семьи не преклонен в том, что вы оказываете ему благословность и осуждаете другую. Ну, к сожалению, вот это я не могу сделать, потому что нету шарма. То есть мне придется выбрать в сторону либо Селевкидов, либо Алкеменидов. Буду выбирать чисто исходя из отношений. Ну, я тут 311. Ну, наверное, Алкеменидов тогда выберу. Отлично. Все не так уж и плохо получилось. Так, деликатные материи. Давайте заплатим денег, чтобы у принца хорошее что-то появилось. И апгрейдим... Кого апгрейдим? Губернатора Киркиры. Вдохновляющий... Ну, вдохновляющий же, мне кажется, нету смысла. Там и так легендарная культура. Знаете, просто харизму, чтобы больше цивиков капало. Так, в Каркире... А, нет, это Кротон. Уже минус 8. К несчастью, отлично, по-моему. Давайте форум и архив. В Каркире... Я помню, что я собирался камни на чудо оставить, но... Вот это тоже важно доделать. Так, продолжаем. То есть, видите, мне не дал результате это 520 цивиков, понимаете? Произошло вот то событие в итоге. Гарнизон. Так, я не смогу сейчас губернатора, потому что не хватает. Давайте вот здесь барак. Не хватает цивиков для губернатора. Слушайте, я тут вообще библиотеку-то построил. А то я тут... Беспокоюсь, что я не успеваю университет. А тут даже библиотеки, походу, нету. А, нет, есть. Вот академии нету. Я же это академию тут строю? Нет, баню. Нормально. Ну, так может академию тогда... Начать. Правда, она рядом с ресурсом должна быть, чтобы еще плюс. Это, наверное, вот здесь академию тогда. Или здесь, вместо фермы. Тут, правда, амбар стоит. А, и слушайте, я уже и так не успею, да? То есть она три хода строится. Если я не успею, или... Или... Ладно, строю академию. А, как эти денег не хватает. Так, продаем. Дерево. И строим академию. Что-то все равно камня не хватает постоянно. Так, подождите. Давайте я сначала скаута таки в Рим отправлю. Кого мы сюда определим? Олимпию интеллигентную. Это, кстати, мы недавно получили ее. Что-то звук иногда пропадает, да? Давайте ее отправим. Так, сидит агент в Риме. И, значит, шпионом мы можем тут что-нибудь проводить, какие-нибудь мероприятия. Ну и куда делся этот... В Рим убил, походу. Наверное, просто постоим. Так, тут нам бани надо строить, но нету камня. Ну, кстати, можно вот здесь каменоломью, а потом здесь будет мельница. Что-то не знаю пока, что там рабочими делать. Перебросить ее в новые города их. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, а тут я баню хотел. Сюда встану, значит. Интересно... Так, это сейчас я предпоследний закон приму. Ну, не прямо сейчас, мне опять не хватает цивиков. Ну, слушайте, вот эта способность 100 военных очков в цивике преобразовывать, это значит, только благодаря тому, что он судья. Надо запомнить, хорошая штука. Тиана ученый умер, патриарх, губернатор Каркиры умер в офисе. На своем посту, это лучше так правильнее говорить. Баш брат что-то потерял мудрость и благополучно открыли территорию. Так, теперь нам надо ставить, в общем-то, вот сюда направление. И видно, что нам надо открывать будет вот это стремена. Это значит, что позволит нам апнуть коников всех. Так. Персию открыли. Ну, собственно, давайте попробуем... А, это, по-моему, будет требоваться... Нет, деньги нужны. Давайте попробуем. Минус 10 хп в Риме. А тут вероятность, либо 25% восставший будет, либо 25%, что уровень недовольства повысится, либо провал, либо какое-то событие. Давайте попробуем, просто интересно, что это будет. Что нам? Обучение философии. Ну и кем мы его делаем? Фонарь тоже судьей, пускай будет. Мне нравится этот перк. Судейский. Так, построили... ...прачника. Сюда и апнем сразу в длинна луков. Давайте драмон построю. Будет главенствовать на море. Совет. Нужны цивики. Так, то есть, этого я просто перебрасывал, пока я подумаю, что там строить. Я еще не знаю. Так, здесь я хочу порт. А, еще уровень культуры не повысился. Тогда тут я хочу. Стреляя пока не могу, потому что тут нету двух этих. Здесь я хочу и... ...здесь потом хочу. Так что сюда перебегаем. Бани построены. Ну, теплые бани. Шахту рядом. Тут не знаю пока. Так, этот у нас... ...бежит в этот город работать. Тут я тоже баню хотел, да? Сильная культура третий. Что-то тут культуры мне не хватает. А, я Одион нигде не построил. А тут эти... Блин, я тут даже этих не построил. Коттеджи? Ничего себе. Ни одного? Ничего себе. Как-то я так... Слушайте, а давайте вот тут мельницу. Ветряную. Плюс 60 соседним шахтам. Извините, тут у нас драгоценность, а тут золото. Это ж какой выхлоп будет. Плюс 24 деньги, а там плюс 12 и 2 культура нет. Тут вообще в тему. Так, давайте заменяем. О, в Аргасе вообще нету... ...ничего. Три приказа. Ну, тут я стою и жду возможность чудо построить, наконец-то. Может, накопить таки... То есть, 225 камня. Если я его не буду тратить каждый ход... Короче, стоим просто. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok